Премия имени академика Савицкого – это высокая награда для каждого специалиста, работающего в онкологической службе. Среди участников – хирурги, гематологи, химиотерапевты и другие врачи со всей России. Высокий уровень конкуренции обеспечивали профессионалы из национальных центров и федеральных НИИ. Отбор участников по 10 номинациям проходил в три этапа на протяжении всего года. Первый этап в специальной жюри отбирала конкурсные работы. В нашей номинации участвовало 125 человек, участников было, поэтому конкуренция достаточно жёсткая. Когда отобрали на первом этапе, затем специальный экспертный совет оценивал наши проекты, наши работы. Елена Ежова представила на суд жюри результаты регионального проекта по скринингу рака шейки матки. Он реализуется в областном онкодиспансере с 2014 года. За это время выявлено более 18 тысяч случаев предраковых заболеваний и диагностировано 650 случаев рака. Сегодня Тамбовская область занимает первое место по выявляемости и низкой смертности от этого заболевания. Всемирная организация здравоохранения поставила свою задачу снизить этот показатель в 2030 году до 4 на 100 тысяч. А Тамбовская область уже снизила до 3,9. Поэтому мы впереди планеты всей. Программа на самом деле работает, программа замечательная. Программа начала транслироваться на другие территории. Перенять Тамбовский опыт в лабораторию областного онкодиспансера приезжают онкологи из самых разных центров России и даже из-за рубежа. По аналогии с программой скрининга рака шейки матки, в 2019 году в лаборатории была запущена программа скрининга колоректального рака. За это время сделано более 100 тысяч исследований. Ежегодно выявляют около 4 тысяч патологий, что позволяет начать на ранней стадии борьбу с коварным заболеванием. В 2020 году в структуре лаборатории начал функционировать молекулярно-генетический отдел. Здесь проводят диагностику для подбора индивидуальной тактики лечения рака и исследования наследственной предрасположенности. На сегодня проведено уже более 2 тысяч исследований. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Продолжение следует...